В 8.30 в среду техперсонал 12-й школы уже на улице. До заливки катка необходимо очистить его от снега. Работа эта трудоемкая, много времени и сил уходит, чтобы добиться хорошего результата, а точнее ровного льда, подходящего для катания на коньках. Что идеально лед был, что несколько раз мы его поливаем. Главное, перед тем, что поливать, чистим лед, то есть снег. И каждый день вот так мы поливаем. Толщина льда должна быть 5 сантиметров. На погоду должна быть идеальная погода 7-10 градусов. Первый слой льда здесь заливали еще в начале ноября. Потом его наращивали, далее будут выравнивать. Благодаря спонсорам в этом году здесь обновили сетку ледовой коробки. На этой неделе наконец-то установилась оптимальная погода для окончательной заливки катка. Не слишком тепло и лед успеет прихватиться. В то же время не слишком холодно и так называемый утюг не примерзнет к земле. Заливать коробку возле Башкирской гимназии начали в среду. Весь процесс займет несколько дней. Вчера снегоходом мы укатали подушку снежную. За ночь она взялась, набрала достаточно плотность. Сегодня начали лить воду. Опять же, сегодня за ночь эта вода должна застыть. Мы получим хорошую качественную подушку и буквально за 2-3 последующих дня нальем здесь слой льда. Достаточно для того, чтобы люди могли приходить и свободно кататься на коньках. К счастью, пришло такое время, когда для людей понятие здорового образа жизни стало интереснее, что ли, или ближе. Сейчас вот такое время, когда идет так называемый wellness revolution. То есть революция, поворот сознания в людей в сторону здоровья, поддержание себя, здорового образа жизни. И, к счастью, люди с удовольствием выходят из дома на свежий воздух и занимаются какой-то активной деятельностью. Ну, например, катаются на коньках. Катание на коньках – одна из излюбленных зимних забав. Не только детворы, но и их родители. Платные катки работают в городе уже несколько недель, но не всем они по карману. На катках же в образовательных учреждениях можно будет кататься уже в ближайшие дни. В общей сложности их 10. 8 в городских школах и 2 в Тушкиновой и Амзе. Зульфия Амирова, Денис Кузнецов. Время новостей.